Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Возвращение НАТО и России мы обсудим сегодня с нашим гостем, дипломатом, политологом Андреем Владимировичем Федоровым. Добрый вечер, Андрей Владимирович. Добрый вечер. Как вам кажется, в чем специфика открывшегося саммита? Прежде всего, я согласен, что это один из важнейших саммитов НАТО за последнее время, поскольку я бы его назвал саммитом возрождения НАТО. Если буквально 7-8 лет назад были сомнения, что делать с НАТО, как развивать альянс, то сейчас сомнений нет. Есть НАТО, как альянс, который призван сдержать Россию, который призван предотвратить негативное развитие событий в Европе, прежде всего. И с этой точки зрения, вот это возрождение НАТО, особенно на фоне определенного кризиса в Европейском Союзе, это очень важный момент, поскольку в НАТО нет таких политических разногласий, какие существуют в Европейском Союзе. И для нас самое главное, что в принципе в НАТО сейчас вырабатывается единая политика в отношении России, то, что сейчас получило название в Варшаве, политика сдерживания России. Это очень неплохой момент на самом деле, потому что еще буквально месяц назад были разговоры о том, чтобы называть Россию врагом, чтобы, так сказать, чуть ли не крестовый поход против России готовить. А сейчас совершенно разумный подход – сдерживать Россию. Что это значит? Это значит, что прежде всего исключать какие-либо негативные сценарии для Европы, раз, и вместе с тем сдерживание не означает отказ от взаимодействия с Россией по ряду проблем, таких как терроризм, Сирия и так далее. С нами на прямую связь вышел наш корреспондент, наш товарищ, корреспондент Русской службы «Голоса Америки» Данила Гульперович. Добрый вечер, Данила. – Привет. – Здравствуйте. Какая атмосфера царит на саммите? Потому что были такие слухи, что антироссийская риторика преобладает. Подтверждается ли это? – Дело в том, что нельзя вообще говорить о такой вещи, как антироссийская риторика. Я думаю, что на саммите говорится именно о том, о чем Андрей сейчас сказал, о сдерживании России. И при этом все время подчеркивается, что Россия имеет все шансы вернуться к сотрудничеству с НАТО как партнер. Сразу же накануне саммита, когда генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Андрей Дуда давали совместную пресс-конференцию еще до начала саммита, первый вопрос, который им был задан, был задан о действии Совета России и НАТО и о том, что есть ли шансы, что этот совет перейдет с нынешнего уровня посольского, на котором, собственно, еще ведутся контакты между Россией и НАТО, на уровень какой-то более серьезный, ну, министры или, может быть, даже главы государства. И вот Андрей Дуда, как хозяин саммита, как лидер страны хозяйки саммита, сказал, что мы уважаем к ***, относимся к ней как к великой стране, но, так сказать, просто надо ей базовые вещи выполнить, простые вещи, уважать международное право, действовать в соответствии с международным правом, и тогда, может быть, все это исправится. Конечно же, говорится о том, что все, что делала НАТО в последние два года, является результатом действий России, которая аннексировала и оккупировала Крым, и подливала бензина в огонь конфликта на востоке Украины. И, собственно, об этом все время говорится, что НАТО, оборонительный союз, он никогда не угрожал России атакой, наступлением, он пытался с ней сотрудничать. Мы знаем это, например, какие переговоры велись еще во времена лорда Робертсона и Владимира Путина о возможности России буквально влиять на обсуждение НАТО различных вопросов. Ну вот, именно этот оборонный характер союза здесь подчеркивается. Подчеркивается, что военное сдерживание, а речь идет, когда здесь говорят о сдерживании, именно о военном сдерживании России, что это военное сдерживание является ответом. Оно при этом состоит в довольно конкретных действиях. То есть в каждой из стран Балтии и в Польше будет размещен батальон большой, по тысяче человек на ротационной основе. Президент Барак Обама сегодня подтвердил это на совместной пресс-конференции с Анджей-Мдудой, что американские солдаты, тысячи американских солдат будут отправлены в Польшу, и потом она будет ротироваться. Ну вот, собственно, размещаются эти батальоны в странах Балтии и Польши для того, чтобы ни у кого не было соблазна предпринять какие-то действия, после чего НАТО задействует пятую статью Вашингтонского договора. Так что я бы не говорил об антироссийской риторике, я бы говорил о том, что НАТО четко заявляет, что действия по укреплению и расширению альянса – это ответ России, вместе с тем политический диалог с Москвой не прекращается. Ну что ж, большое спасибо. Напомню, что с нами на прямой связи из Варшавы был Данил Гульпирович, корреспондент Русской службы ВОЗ Америки на саммите НАТО в столице Польши. А вы, Андрей Владимирович, как считаете, в самом термине «сдерживание России» какой-то заключенный конфронтационный смысл? Нет, ну, конечно, определенная конфронтация есть, поскольку здесь заложена идея, что Россия может совершить какие-то действия, которые, так сказать, требуют сдерживания. Причем сдерживание не где-то в космосе, а в конкретном регионе, это Прибалтика, то есть на границе Российской Федерации и Прибалтийских государств. Но я еще раз говорю, что сдерживание – это не худший из терминов, который мог прозвучать, это, в общем-то, нормальный термин. То есть эти батальоны, которые с военной точки зрения никакой, конечно, роли серьезной играть не будут, они выполняют роль, будут, вернее, выполняют роль своего рода сигнальных колокольчиков. Это, знаете, как раньше границу охраняли, натягивая веревку, вешали колокольчик. Или консервные банки. Вот, или консервные банки. Это то же самое. Эти батальоны – это не что иное, как просто сигнал России о том, что НАТО достаточно серьезно подходит к обеспечению интересов безопасности своих членов, прежде всего Прибалтики, и что оно готово на дальнейшие шаги. Хотя, еще раз подчеркну, с военной точки зрения появление тысячи солдат американских в Польше новых, ничего абсолютно не означает. С нами на прямую связь вышел Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, бывший замначальника Генштаба Украины в недавнем прошлом. Добрый вечер, Игорь Александрович. Добрый вечер. Вот мы видим сейчас фотографию коллективную глав государства, работающих на саммите, и видим там президента Порошенко. Каковы его задачи, вот его присутствие в Варшаве? Я хотел бы отметить, что участие президента является знаковым событием в тех условиях, в которых оказалась Украина на текущий момент. И ожидается, что, ну кроме проведения самого саммита, встреч глав государств, которые входят в состав НАТО, пройдет еще комиссия НАТО-Украина. Для Украины это очень важно. Вот этот момент с последствиями. Ну и вообще, Украина ожидает, что НАТО подтвердит поддержку и по предварительной работе, это готовилось, по крайней мере, поддержку территориальной целостности и независимости, не признание аннексии Крыма, как уже здесь говорилось, осудит агрессию России против Украины, проведет поддержку Минских соглашений, отметит определенные достижения в реформировании Украины, которые связаны с обороной. И очень важно, что наработают комплексный план помощи со стороны НАТО Украины. Это очень важно. Кроме того, есть план, насколько он реализуется, будет видно, встреча президента Украины с Обамой. А вообще-то, вот такое ключевое направление, важное для Украины, является то, что в связи с обострением обстановки на восточных границах, и, как здесь уже говорилось, наращивание в виде батальонов, но я хотел бы сказать, что не только батальонов, потому что во всех странах, вот с севера до Чёрного моря, создаются так называемые штабы, которые должны управлять совместными действиями национальных силовых структур и структур НАТО в этих государствах. Размещается определенное вооружение и техника. И по сравнению с Холодной войной, тем временем и теми действиями, отличие заключается в том, что здесь можно согласиться, не создается, так сказать, соответствующая мощная группировка, а вот размещаются те батальоны, о которых говорилось. И с этим определяется, что может произойти угроза территориальной целостности государств, которые входят, и вероятность повышается столкновений. Все с этим должны продемонстрировать на саммите принцип «один за всех и все за одного». Об этом и Столбин, например, заявлял, ну и руководство различных государств. Спасибо, Игорь Александрович. И здесь Украина как бы форпост на востоке, и поэтому ей уделяется определенное внимание. Спасибо, оставайтесь на связи. Как ищете, Андрей Владимирович, Украина должна являться собой такой живой пример того, как Россия, ну что ли, угрожает своим соседям? Ну, такая точка в НАТО сейчас, конечно, доминирует, что Россия, именно так, как Россия поступила, возвращая себе Крым, Россия сделала себя непредсказуемой. Ведь в странах НАТО нет такой боязни, что завтра, условно говоря, русские танки пойдут по улицам, так сказать, Риги, Таллина, или то есть Варшавы. Нет, речь идет о том, что может возникнуть какая-то кризисная ситуация, пусть даже не глобальная, а региональная, мелкая, но которая резко обострит отношения с Россией. Поэтому с этой точки зрения Польша и Прибалтика, они представляют для нас наиболее, может быть, серьезный вызов в сфере безопасности. Потому что если что-то негативное произойдет, это произойдет именно в этом регионе. И поэтому сейчас нужно создавать те механизмы, в общем, оперативные механизмы, а не Совет НАТО России, который не может заниматься текущей ситуацией, которые будут предотвращать такие вещи и снижать опасность возникновения военных конфликтов, особенно в зоне Прибалтики. Спасибо, у нас на прямой связи Зигмунд Зинчаловский, независимый польский, журналист, редактор международного отдела интернет-проекта Open Democracy. Зигмунд, добрый вечер. Добрый вечер. Да, вот когда-то был Варшавский договор, тоже названный в честь столицы вашего государства. В какой организации себя увереннее чувствуют поляки, принимая саммит НАТО или в годы существования Варшавского блока? Хочу сказать, понимаю, что вас интересует. Конечно, Варшавский договор была организация из другой эпохи. Даже когда произносили ее название, у нас мурашки ходили по спине. Потому что мы все понимали, что Варшавский договор не является союзом, оборонительным союзом против возможной агрессии со стороны других государств. Это, скорее всего, полицейский, который держит нас всех под контролем при помощи своего железного кулака. Так как он это продемонстрировал в 1968 году, когда войска Варшавского договора наехали Чесловакию и уничтожили Пражскую весну. Да, Зигмун, сейчас восстановим с вами связь. Андрей Владимирович, как вы считаете, насколько быстро на наших глазах изменился вектор международного развития, что Варшава сейчас... Можно ли было представить 25 лет назад, что Варшава станет ареной саммита НАТО? Ну, 25 лет назад, конечно, нельзя это было бы представить. Но то, что в Польше, кстати, многие процессы демократизации, изменения соотношения сил происходили раньше, чем в других странах в Восточной Европе, это было яснее, видно было, гораздо известнее. В принципе, сейчас ведь вопрос не в том, что саммит там проходит в Варшаве. Варшава, конечно, это имя, так сказать, сейчас будет нарицательное после этого саммита. Вопрос в другом. Вопрос в том, что сейчас НАТО выходит вновь на самый высокий уровень внутренней консолидации. И с этой точки зрения, в отличие от Европейского Союза, Россия попытаться расколоть НАТО, заигрывать с одной и с другой страной практически невозможно. Вот в этом огромная разница даже с тем, что было 10-12 лет назад. Да, но вот именно роль Польши в чем видите? Польша – это форпост НАТО на Востоке, на Восточной Европе. Польша – это страна из всех стран Восточной Европы, наиболее близкая США, наиболее тесная, координирующая свою внешнюю политику и готовая дальше сотрудничать с США, в первую очередь, как говорится. И с этой точки зрения Польша хочет выглядеть по вполне понятным причинам новым серьезным игроком в рамках НАТО. Причем игроком не техническим, организующим саммиты, а игроком политическим, с точки зрения, что именно Польша является инициатором многих вещей, политических вещей внутри НАТО, и в том числе по вопросам, связанным с безопасностью в зоне Балтийского моря. Давайте Зигмунду еще дадим слово, а то у нас там не до конца он догорел. Зигмунд, как вы сейчас воспринимаете нынешний исторический момент, сейчас как раз 75 лет, как были трагические события, связанные с летом 41-го года, тогда и западная Беларусь, и западная Украина, бывшие польские земли, были атакованы гитлеровцами. Вот как, по-вашему, сейчас новая, открывается перспектива перед вашей страной? Вам слово, Зигмунд. Я просто хочу сказать, что действительно в 1939 году нас съели как шпротку, как большая акула, как шпротку. То же самое произошло потом с прибалтийскими государствами. Польша, это большая, все-таки страна, почти 40 миллионов населения, с растущей экономией, со своими политическими амбициями. Особенно вот то руководство, то правительство, которое у нас находится у власти из октября прошлого года, она взлетает о своих определенных амбициях на лидерство в регионе. Она как бы хочет стать как бы третьим полюсом. Как вы считаете, в каких странах еще могут быть размещены эти батальоны, о которых сказал Данил Грикирович? Они будут размещены, даже не может быть, они будут размещены. Они будут размещены в Эстонии, в Латвии, в Литве и в Польше. Ну, то, что я называю, в общем-то, это горячей зоной. Я еще раз говорю, что если мы как-то негативно столкнемся с НАТО, это произойдет не в Сирии, не в Сербии, не где-то еще. Это произойдет именно в Прибалтике. Поэтому я еще раз говорю, конечно, здесь очень важно после саммита НАТО и нам проанализировать, что и как происходит, и может быть изменить несколько тонн и политику наших отношений и с Прибалтикой, и с Польшей. Потому что, условно говоря, понижение антироссийского градуса в НАТО без нормализации отношений с Прибалтикой, и с Польшей просто невозможно. А вот напомните, какие правила действуют в НАТО, если в него вступает новый государственный член, полное перевооружение должно произойти? Нет, ну, во-первых, стандарты НАТО. Нет, стандарты НАТО, во-первых, все должны быть. Ну, дело в том, что страна не вступает сразу в один день. Идет длительный достаточно процесс подготовки к членству и прочее. Это, прежде всего, конечно, переход на все технические стандарты НАТО, на все правила действующие в НАТО. Это, опять же, вот эта самая пресловутая статья номер пять, что если нападают на кого-то из одного стандарта НАТО, значит, это атака против всех. То есть, в этом смысле в НАТО существуют достаточно жесткие принципы организации альянса. И, в принципе, мы к тому же стремились в свое время в Варшавском договоре. Да, давайте перенесемся на Украину. У нас опять на связи Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса. Игорь Александрович, а как, по-вашему, готова ли Украина, вот так, может быть, поэтапно, но принять вот эти стандарты НАТО, о которых сказал сейчас Андрей Владимирович, в частности, по видам вооружений? Смотрите, за последние два года, к сожалению, в общем-то, большой срок, но все-таки в Украине по вопросам обороны очень важные три документа. Это стратегия национальной безопасности, это новая редакция военной доктрины, и, наконец, совсем недавно, стратегичный оборонный бюллетень. Так вот, в последнем документе, ну, это система планирующих документов по обороноспособности нашего государства. Последний документ, он особенно практичный, и он фактически определяет вопросы, связанные с тем, каким образом силовые структуры государства, в первую очередь вооруженные силы Украины, должны реформироваться с учетом вот тех стандартов НАТО, о которых здесь говорится. Причем я сказал бы, что вопрос не только и не столько в вооружениях, которые имеются в государствах НАТО, потому что в восточных странах, которые входили в Варшавский договор, используется по-прежнему и в настоящее время модернизированное, боеготовое советское вооружение. Хотя, конечно, постепенно они переходят к вооружению, которое в большей степени отвечает требованиям НАТО. Но там есть вопросы, более важные, на мой взгляд. Они касаются вопросов управления, взаимопонимания. И эти вопросы отрабатываются на всесторонних учениях. В последнее время по известным причинам их стало больше. И вот эти важные моменты, они прорабатываются, отрабатываются. И Украина определенные усилия прилагает к тому, чтобы до 2020 года в этих документах, особенно в последнем, это определено. Мы должны быть фактически готовы к интеграции уже и соответствовать требованиям этих принципов вхождения в НАТО. Спасибо, вопрос, Андрей Владимирович. Насколько адекватный образ вообще альянса создан у нас в общественном мнении? Потому что, мне кажется, чуть он уклон имеет в сторону образа врага. Потому что, когда, например, гибла подводная лодка Курск, из-за этого, по-моему, не приняли помощь норвежских, там, других спасателей. А спустя пять лет, помните, на Дальнем Востоке вот НАТОвские подводники спасли одну нашу подводную лодку? Ну, без слов, НАТО, конечно, сохраняет образ врага в России. И, более того, сейчас достаточно активно эксплуатируется лозунг «Враг у ворот». Это все связано с теми шагами, которые делаются по расширению НАТО и по, так сказать, укреплению боевой боеспособности альянса на рубежах России. Изменить это положение крайне трудно, конечно, потому что оно имеет, во-первых, определенный исторический контекст, во-вторых, оно несет конкретную идеологическую нагрузку, так сказать, в условиях, когда Россия, к сожалению, лишается все большего и большего количества друзей и партнеров. И самое главное, мы на самом деле, в общем-то, всегда называем НАТО агрессивным блоком, да, хотя эти действия НАТО, они, в общем-то, сводятся, прежде всего, акции, в основном, вне Европы, да, какие-то там, так сказать, хотя, опять же, операция в Афганистане, может быть, названа миротворческой, а можно говорить о ней, как, так сказать, о попытке НАТО глобализироваться и так далее. Конечно, в Югославии это была большая проблема, и для нас, и для НАТО это тоже, так сказать, был вопрос, который, к сожалению, зашел в тупик в свое время. Но, конечно, в нашем обществе НАТО это враг. Да, вот Игорю Александровичу хочу задать вопрос. А как вот сейчас в украинском обществе приходится перестраивать общественное сознание? Ведь много лет, почти 50, да, внушали народу Украины, что НАТО это такой коварный и хитрый, и хорошо вооруженный враг. Я вспоминаю 25 лет назад, когда, будучи командиром бригады, к нам приехало первое представительство НАТОвское и побывало на то время в Ленинской комнате одного из моих подразделений, подчиненных, где звериный оскал НАТО, в общем, плакаты и все остальное. То есть это последствия советского восприятия этой организации за это время очень многое изменилось, и жизнь, и обстоятельства вокруг Украины и самой Украины заставили переосмыслить эту ситуацию. И сейчас 45% населения Украины поддерживают вступление Украины в НАТО. События последние связанные с Россией, с ее агрессией и помощи здесь боевикам в Донбассе, аннексии Крыма и все остальное говорит о том, что, во-первых, мы часто густо возвращаемся к Будапештскому меморандуму, по которому, как мы теперь видим и понимаем, наше политическое руководство, а может быть и военно-политическое руководство проявило слабость и отдало ядерное оружие. И в замен мы не получили ничего. Более того, со стороны одного из гарантов получили агрессию, а со стороны остальных членов, которые подписали и потом присоединившиеся Франция и Китай, конечно, не получили поддержку территориальной целости в борьбе Украины за нее и соответствующую помощь в ситуации агрессии против нашего государства. Поэтому жизнь звучит, большинство граждан видит, что происходит, поэтому происходит такая трансформация. Я хочу сказать, что на протяжении 25 лет независимости Украины Украина один из немногих партнеров НАТО принимала фактически участие почти во всех мероприятиях, которые проводились в НАТО. Но событие с последним сначала правительством, которое Янукович возглавлял, а потом его президентством привело к тому, что мы имеем сейчас. И это говорит о том, что большинство склоняется и экспертов, и руководств, и специалистов, что наша возможность, перспективы нашей безопасности держатся в первую очередь на коллективной безопасности, а это значит с борьбой за вступление в Альянс. Владимир Владимирович, а насколько правдоподобны были подозрения, что Крым, например, может стать непотопляемым авианосцем НАТО, если Украина вступит в Альянс? Ну, тогда, конечно, лет 10 назад на эту тему говорили, теоретически, конечно, потому что Альянс имел тенденцию к расширению и так далее, и тому подобное, вот, хотя, конечно, я слабо себе представляю, чтобы Россия допустила это. Я думаю, что если бы к этому ушло, то Россия бы сознание пошла бы на вострение отношений с тем, чтобы не допустить такое развитие событий. То есть, вы что имеете в виду? Я имею в виду, что если бы Украина, так сказать, предоставила бы Крым для размещения войск НАТО, то я думаю, что Россия сделала бы шаги, так сказать, более серьезные по дестабилизации жизни в Украине, чем... Даже если президентом был бы Янукович? Даже если президентом был бы Янукович, конечно. А давайте тогда Игорь Александрович спросим, насколько вообще были реалистичны планы превращения Крыма в непотопляемый авианосец НАТО? Вам слово, Игорь Александрович? Очень интересная трактовка, я сейчас вот услышал. Ну, очевидно, вы знаете заявление Путина как главы государства, верховного главнокомандующего после крымских событий о том, что Крым рассматривается на России именно как, во-первых, непотопляемый авианосец предбрюще НАТО и, во-вторых, как вот такой пустой фортецию крепость. Поэтому здесь, я думаю, было больше военно-идеологической работы вокруг этого обстоятельства. И вопрос шел не по Крыму и в чем-то, а вопрос, в принципе, по позиции Украины. И как дальнейшие события показали, вот этот подход о том, что надо было вступать как можно раньше, надо было не отдавать ядерное оружие, много чего надо было бы. и поскольку это не состоялось, мы оказались в таком состоянии, из которого теперь очень тяжело выбираемся, ну, многому научными, я надеюсь. И поэтому здесь будет жесткая однозначная позиция, несмотря на желание кого-то, чего-то, как-то, соседей или других государств. Потому что нам многое говорили. Нам говорили о том, что надо оставить Януковича, но терпеть его больше нельзя было. Говорили о том, что создать на территории Украины один из составляющих русского мира это не произошло. Известный проект Новороссия лопнул, ну и так далее. То есть я думаю, государство и народ Украины найдет все силы преодолеть все это и все-таки найти возможность укрепить безопасность свою как государство, чтобы не имело места того, что произошло с Россией. Андрей Владимирович, если пойти дальше по южным границам бывшего постсоветского пространства, какие отношения у НАТО, например, с Болгарией, с Румынией, Молдавией? Это члены? Нет, Румыния, Болгария, члены НАТО. Да, а вот Молдавия какие-то Молдавия, ну вообще, у меня вообще-таки противоречивые прогнозы в отношении Молдавии. Мне кажется, все-таки Молдавия, которая, в общем, так и не состоялась как государство, тем более, как единое государство, да, она все время в Молдавии балансирует на грани очередного политического кризиса, который может просто привести к расколу стран на две части, так сказать, то, что называется прорумынская часть и Приднестровье, которое, так сказать, тяготеет и поддерживается Российской Федерацией. Да, но вот в этом случае может быть как раз и вмешательство какой-то, может быть, косвенный альянс, который неподалеку находится. нет, альянс туда не полезен ни в коем случае. Альянс это не нужно, потому что прямая конфронтация с Россией для альянса это очень опасная вещь по многим причинам, в том числе по причинам неизвестно, насколько эффективен будет альянс при такой ситуации. Вот, потому что, я еще раз говорю, надо четко разделять вот такие случаи, как Молдавия, Карабах, кризисные, там, прочее, прочее, и повседневную ситуацию, где, еще раз говорю, прибалтийский узел, он гораздо более опасен, более сложен, чем любое другое. Игорь Александрович, вопрос. Вот один из государственных деятелей Украины, сейчас это бывший президент Грузии Саакашвили. Как по вашему, вот его опыт говорит о том, что он мог успеть вступить в НАТО до конфликта в Южной Осетии? В принципе, большая была вероятность этого, однако, на мой взгляд, и вот, сказать, излишняя горячность, импульсивность привели до того, до чего привели, вот, со всеми последствиями для государства Грузии, к сожалению. Но сейчас идет большая работа уже после, в руководстве Грузии, после Саакашвили, хотя пытаются связать вот работу по вступлению в Грузии, как в Евросоюз, так и в НАТО, только связанно с Саакашвили, однако, это далеко не так. И нынешнее руководство Грузии проводит серьезную работу для того, чтобы это произошло. У них есть перспектива безвизового режима и так далее. То есть Грузия работает в этом направлении, и я думаю, что дело времени для Грузии вступления как в НАТО, так и в Евросоюз. А вы как считаете? Ну, я понимаю, что и в Грузии, и на Украине очень многие считают НАТО спасительным кругом для и внутренней политики. Какой-то гарантии, да? Как гарантии. Ну, понимаете, что значит гарантия? Гарантия может быть только тогда, когда эти страны станут членами НАТО, полноправными членами НАТО. До этого гарантии в основном могут быть на уровне политических заявлений и так далее, то там, введение санкций каких-то и так далее. Мне кажется, если уж так говорить откровенно, что, конечно, Грузия имеет все шансы вступить в НАТО где-то через 6, 8, 10 лет. А вот что касается Украины, то я вообще не вижу в ближайшие 20 лет перспективы Украины быть членом НАТО. Я подчеркиваю, членом НАТО. Партнером, да, там можно партнером НАТО А бывшие республики Югославии? А что бывшие республики? Черногория, ну, понимаете, если так, опять же, многие знают, что такое Черногория. Рассматривать Черногорию как элемент опасности для России, нет ее там, этой опасности для России. Безусловно, так сказать, там еще остается в ключе вопрос Сербии, куда пойдет Сербия. Да. Но это вопросы тоже открыты. Вот, поэтому еще раз говорю, что дискуссии на Украине, которые были особенно острые буквально год-полтора назад, они сейчас несколько сходят на нет, потому что тема НАТО это не тема выживания Украины на самом деле. Вот ЕС это выживание Украины, а НАТО это, ну, определенный политический элемент, определенный исходитель внешний гарантия постмайдановского периода. Вопрос Игорь Романенко. А вот как по вашему заявлению, насколько грамотно продучались заявления бывшего президента Польши Леха Валенца о том, что американским эсминцам следовало сбивать российские самолеты, которые опасно маневрировали вблизи их мачт? В общем-то, вот таким образом полеты это еще издержки от Советского Союза, и Россия продолжает это делать и испытывать. Последствия, которые имели место во взаимоотношениях военных с Турцией, мы видим, обострилась с американцами, ну, скажем, потому как Трамп говорил о том, что быстро он установит особые отношения с Россией, найдет взаимоотношения с Путиным и так далее, но после этих обстоятельств полетов с самолетов российских над авианосцами, над кораблями, он занял однозначную жесткую позицию, что это провокация, надо проявлять силе Америки и так далее. Поэтому я думаю, что это не лучший путь вот демонстрации полетами, хотя мы вышли из Советской армии в свое время, и относились несколько иначе, может быть, тогда к этому и проход подводных лодок, вот, территориальный заход и многие такие обстоятельства. Поэтому обострять я склонен вот к подходу, к анализу и предложениям. Кстати, они будут, я думаю, реализованы после саммита, то есть будет на новом уровне встреча руководства НАТО с представителями России. Какое это будет представительство, это отдельный разговор, вот, Украина уже сформулировала, значит, свое участие и по комиссии НАТО, и совместная декларация готовится, то есть я здесь не совсем согласен с представителем вашей студии, связанной с тем, что Украина очень отдаленные перспективы, есть сторонники такого подхода, это высказывание Класневского на этот счет и многих, ну, я говорю, что многим и руководству отдельных государств, и лидерам, и экспертам многое, что хотелось по Украине, видя интересы своих государств в Украине, но есть интересы собственно своего государства и своего народа в Украине, мы его будем отставить, я уже перечислял, что не состоялось, несмотря на то, что думали, нас с весны подталкивали к выборам вот на территориях, значит, причем в условиях отсутствия безопасности и многое, это тоже не состоялось, хотя, значит, в Союзе и американцы, и руководство Европы подталкивало к этому, то есть я хочу сказать, что вот эта война, которая у нас происходит, она трагическое событие для Украины, с одной стороны, но с другой стороны, она позволила мобилизовать граждан нашего государства вокруг идеи единства и вокруг своей государственности, и вот на этой базе мы двигаемся вперед, я думаю, что найдем решение вопросов безопасности для нашего государства. Андрей Владимирович, как в вашем, скоро ли Россию вновь вот натовские что ли теоретики запишут в потенциальные противники? Ну, это зависит просто от того, как мы сейчас будем устраивать наш диалог с НАТО. Есть первый позитивный момент, это то, что 13 июля должно состояться очередное заседание, должно состояться очередное заседание Совета России и НАТО. Понятно, что Совет России и НАТО это, в общем, во многом, так сказать, дипломатический цирк, где каждый, так сказать, демонстрирует собственные способности, и это не то место, где принимаются решения, да, но эта форма диалога, она сейчас важна, потому что ее ничего не заменит, да, но нужно две вещи, я согласен с тем, что обсуждалось в самом начале передачи, первое, безусловно, нужно, так сказать, чтобы на высшем уровне, происходили встречи нашего президента и с руководством Альянса, и с руководством тех стран, которые входят в Альянс, это касается при Соп-Польше, при Балтике. Второй момент, это совершенно нужно четко понимать, что тема НАТО для России это долгосрочная тема, что это не та тема, по которой мы быстро все решим, там, за месяц, за два, за год, за три, это очень долгая, долгосрочная тема. И третий момент, в наших сегодняшних сложных отношениях с НАТО наиболее, наибольшей проблемой является эта проблема исключения то, что называется технологических случаев столкновения России и НАТО, да, то есть, опять же, те же корабли, облеты с самолетами кораблей и так далее, и тому подобное. И вот с этой точки зрения есть неплохая идея, что нужен еще оперативный кризисный центр России и НАТО, где работали бы военные при минимальном количестве политиков, и которые бы разрабатывали те механизмы, которые позволяют исключить нам как раз вот эту самую военную составляющую, чтобы наши вооруженные силы, так сказать, в виде тех же самолетов, там, кораблей подгонных лодок не сошлись случайно слишком далеко в своих контактах с вооруженными силами НАТО. Давайте спросим Игорь Александрович Романенко, а может ли Черное море стать ареной вот таких случайностей, которые сейчас происходят на Балтике с согновениями российских, ну или ВВС, или ВМФ, и американских, или натовских, так вот, с флагом НАТО? К сожалению, может, поскольку, ну, мы же видим, что происходит, так сказать, причем это не только в воздухе, это на воде, под водой, с одной стороны, и с другой стороны, ну, Украина однозначно расценивает вот аннексию и позицию по Черноморскому флоте там было задержано, хотя Шойгу, значит, докладывал своему верховному главнокомандующему в Крыме, что передали там вооружение и все остальное, в том числе по военно-морским силам, так я хочу заявить о том, что 70% осталось в Крыму, все, что были готовы и что представляла из себя ценность не только по военно-морским силам, но в первую очередь понятно, что Крым это базы морские, все там осталось в России, более того, там, например, катера на воздушные подушки, которые имелись в Украине, они продаются Китаем уже, ну, и так далее, то есть у нас иллюзий по этому поводу Россия многому учит нас, у нас нет, раз так, раз такая позиция, то, конечно, ищут все государства, в том числе натовские, Румыния и Болгария, но мы как партнеры и как государство, которое, вот, значит, существует в условиях агрессии, выхода из этого положения, укрепления своей боеспособности, хотя есть другие примеры, мы помним, что Советский Союз с Америкой в свое время подписывал соглашение, это было, я вот как специалист по противовоздушной обороне хочу сказать, что в первую очередь после определенных конфликтов и случаев, которые происходили в воздухе, и для того, чтобы не довести до крайности, были подписаны соответствующие документы, и это помогло воздержаться от усугубления ситуации, то есть можно, наверное, было бы сделать и это. Я хочу сказать, что участие России в свое время в действиях НАТО, в учениях и так далее было очень существенным. Вот в Брюсселе, когда мы бывали, то, ну, во-первых, представительство России в Брюсселе было, например, в три раза больше, чем украинское. И если Россия принимала участие в учениях НАТО, то по отношению к Украине это было в разы большее представительство, ну и так далее. Ну, я, например, исключая даже разведчиков, которые там были в представительстве, все равно это было достаточно серьезно. То есть в свое время уделялось. Я уже не говорю о том, что были неофициальные изучения вопросов в свое время, как бы, вроде бы, о вступлении даже России в НАТО. Ну, были такие мысли, обсуждения на уровне, может, экспертов и прочее. Поэтому был определенный опыт до того, но он разный. Есть путь к усугублению ситуации, а есть путь к выходу из нее. И поэтому очень важно, понятно, и НАТОвское руководство, и государство, те, которые по востоку находятся в группировке НАТО, понимают в этом роли значение России. Поэтому, с одной стороны, укрепляя свои рубежи, свой военный потенциал, они хотят конструктивно сотрудничать с Россией и делают соответствующие заявления и делают шаги. Спасибо, Андрей Владимирович. Как у Ваши недавняя перетряска командования Балтфлота? Говорит ли о том, что Кремль по-иному теперь оценивает этот бассейн как возможную арену, что ли, соперничества, пока, может быть, холодного между Россией и НАТО? Оценивает. Ну, это, во-первых, что-то есть, понимаете. Я еще раз подчеркну, что именно зона Балтии и Польши это как раз та самая зона, которая представляет собой наибольшую опасность с точки зрения возникновения кризисных ситуаций. А другое дело, что мы во многом загнуты в тупик и после саммита в Варшаве нам придется обязательно объявлять в каких-то ответных мерах по определению безопасности. Самое простое, конечно, это укрепить ракетный потенциал в этом регионе. В смысле, в Калининградской области? Не только в Калининградской области, но в целом в этом регионе. Но это означает, что мы, может быть, войдем в ту же самую ситуацию, в которой были ситуации, известные, с першингами. То есть, когда-то ракеты и першинги в конец 80-х годов. И здесь, конечно, с точки зрения экономики и всего прочего, конечно, ракеты это самый дешевый, дешевый фактор. Но нужно понимать одну вещь, что размещение любых наших систем, будь то система, там дополнительные ПВО или другие системы и так далее, это, конечно, приведет к очень негативному всплеску в общественном сознании Балтийских стран, Польши, Германии, Швеции и так далее. То есть, это все очень опасная ситуация. То есть, надо несколько раз взвесить, по какому пути пойти. А вот то, что Россия проводит иногда вблизи границ с государственными членами Альянса, такие довольно широкомасштабные маневры, это о чем свидетельствует? Ну, это нормальная практика. Все военные, кстати, рады, если у них будет возможно проводить маневры в условиях наиболее приближающихся к боевым. Где еще проводить, если везде российская граница, ну, не в Гренландии, понимаете? На Кавказе, по-моему. Ну, на Кавказе, понимаете? Нет, НАТО, понимаете, в чем дело? Проблема НАТО заключается в том, что НАТО, конечно, имеет тенденцию к глобализации. А глобальная НАТО, это совершенно другой альянс. Это альянс, который должен учитывать вот все это многообразие мира и самое главное, что там действуют совершенно другие принципы и положения, которые действуют, например, на европейском континенте. Да, давайте тогда Игорю Романенко такой вопрос зададим. предположим, что примут, да, сейчас концепцию сдерживания России на этом саммите. Как, по-вашему, это скажется на ее тактике, вот, поведение, ну, хотя бы на сейчас на украинском, что ли, театре недавних военных действий? Как вы считаете, Игорь Александрович? Ну, сейчас на тактическом уровне у нас имеет место с мая месяца обострение ситуации, особенно на направлении Донецка, Мавдеевка, промзона, ну, отчасти Мариуполь, Широкино, но все-таки это тактического уровня, и, к сожалению, нет ничего существенного продвижения по пунктам Минского соглашения, то есть нет самого перемирия и режима тишины и дальнейших шагов к тому, чтобы выводы иностранных войск или там боевиков и дальше решение политических вопросов. Для нас вопрос стоит остро с тем, что нам говорят, вы реформируетесь конституционно, политически, государственно, а потом мы будем разбираться, значит, что и как дальше будет с Донбассом. Естественно, такой подход нас не устраивает, Донбасс такой нам не нужен и в таком виде, так сказать, мы его отвечать, кормить, как в свое время они заявляли, что кормят всю Украину, не будем. Поэтому вот эта обстановка с НАТО, они учитывают наши условия и наше состояние, и здесь важно, чтобы не переросло к чему-то большему. мы прогнозируем, что на текущий момент вряд ли произойдет какое-то обострение, хотя есть шанс, связанный с тем, что в России уже где-то там в августе выборы в Думу в остальных государствах в течение года и лидерам соответствующих государств, Германии, Франции, России и так далее, нужны подходить с какими-то активными дивидендами в этих выборах. И поэтому маленькая, но победоносная война, она бы не помешала России в решении своих вопросов, но или решение вопросов с Украиной как угодно, независимо от интересов России со стороны лидеров, например, отдельных европейских государств, на что Украина согласиться не может, поэтому мы очень серьезно занимаемся все большей степени вопросами укрепления обороноспособности. А вы как оцените обстановку на Украине, Андрей Владимирович? Я хочу сказать, что, к сожалению, там проявляются сейчас новые негативные симптомы. Они во многом связаны с тем, что истекает срок голосования Верховной Рады по внесению поправок в Конституцию Украины и по принятию закона об особом статусе Донбасса и Луганска. И фактически Верховная Рада, которая на следующей неделе закрывает свою сессию, если она не примет эти поправки, а я очень сомневаюсь, что они будут приняты, после этого мы можем получить новый виток именно военного противостояния, потому что уход Верховной Рады на летние каникулы, на длитний период и непринятие предусмотренных Минскими соглашениями документов или переведет ситуацию на юго-востоке Украины в затяжной кризис или приведет к резкому военному обострению. А как вы считаете, может ли эта ситуация стать предметом дискуссии перед думскими выборами в России? Безусловно будет, конечно, потому что это одна из тем, которые затрагивают Россию наиболее прямым образом, хотя Россия официально не является стороной Минского процесса, но для россиян тема ситуации на юго-востоке Украины, пусть даже ушедшая немножко на второй план, она будет, конечно, присутствовать, я думаю, в документах и программах всех политических партий. А как вы считаете, что больше, как сказать, привлечет к партии власти класса избирателей вот конфронтационная риторика в отношении наших соперников на этом участке или как раз примирительное и стремление к погашению конфликта? Вы понимаете, в чем дело? Я думаю, что с точки зрения отношений с НАТО примирительная риторика, она будет важна и полезна, да? Что касается украинской ситуации, то с моей точки зрения, то здесь как раз обострение кризиса на Украине, оно может быть очень выгодно для думских выборов в России. То есть вы ожидаете сейчас нового всплеска информационных войн? Я думаю, что проблема не в информационных войнах, а проблема в том, что могут начаться опять военные, масштабные боевые действия по всей линии соприкосновения. И вот тогда политические последствия этого будут очень серьезными и для Запада, и для России. А как по вашему, может ли НАТО ускорить, например, поставки летального оружия в украинской армии? Нет, НАТО не будет ничего поставлять. Поставлять могут определенное количество оружия в Соединенные Штаты, и то это очень избирательный процесс. И все понимают, что это оружие условно-наверное направление против России. Да, разумеется. Может быть, не прямо, но косвенно. И с этой точки зрения Россия вынуждена будет тоже реагировать и повышать боеспособность по просьбе руководства Донецка и Луганская республика, их боеспособность и так далее. То есть, это замкнутый круг сейчас. Сейчас, я еще раз говорю, очень важно понять, что будет с минским процессом. Или он получит какое-то новое развитие, или он просто заморозится и почти умрет. А как по вашему, какой исход президентских выборов в США выгоднее Кремлю? Ну, я не сказал про Кремль, я бы сказал вообще про Россию в целом. Конечно, победа Дональда Трампа. Почему? Потому что с ним можно начать многие вопросы обсуждать с чистого листа. Над ним не будет висеть вот этот исторический груз, который висит над тем же Обамой и так далее. Во-вторых, он, конечно, человек неординарный. Он, конечно, будет другим по сравнению с тем, каким он сейчас в предвыборном процессе. Но то, что он совершенно по-другому может взглянуть на вещи, это совершенно ясно. Но, опять же, не надо питать никаких иллюзий. Для Трампа Россия не является приоритетом. Он не будет этим заниматься на следующий день после своей победы, в случае его победы. Я думаю, что просто Трамп захочет договариваться то, чего сейчас не хочет нынешней американской администрации. Большое спасибо вам за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Напомню, что мы обсуждали начавшийся в Польше и в ее столице Варшаве саммит НАТО. Это впервые в истории этого Североатлантического альянса, туда приехал президент США Барак Обама, и мы обсудили всесторонние взаимоотношения НАТО и России на сегодняшнем отрезке исторического развития. Большое спасибо всем участникам эфира. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон робота Владимира Крамурса-старший, редактор программы Дэй Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Редактор субтитров А.Семкин